Всем нам рано или поздно приходится подводить некоторые итоги. Иногда это финальный отчет, а иногда всего лишь ликбез по всем пройденным пунктам. Я решил подготовить для вас сборник всех наших видео, в которых я рассказывал вам про разные спутники Солнечной системы. Так, чтобы вы смогли освежить информацию о них или впервые узнать об этих интересных объектах. В этом видео я предлагаю вам отправиться вместе со мной в длинное космическое путешествие, которое начинается вблизи таинственных метановых вод Титана и закончится на загадочной поверхности Епета. Мы сделаем круг по Солнечной системе. Побываем на четырех самых известных спутниках Юпитера, пролетим мимо Урана, заглянем на три луны Сатурна и побываем вблизи далекой ледяной планеты Плутон. Я надеюсь, что вам будет интересно на нашей экскурсии. Пристегивайте ремни безопасности и поехали! Спутник Сатурна, Титан, является одним из самых загадочных и странных спутников в Солнечной системе. Присаживайтесь поудобнее. Будет интересно. Открытие Титана произошло 25 марта 1655 года голландцем по имени Христиан Гюйгенс. Как и полагается, он был математиком, астрономом и физиком. Наблюдая планеты через свой самодельный телескоп, Гюйгенс обнаружил неизвестное тело у Сатурна. После некоторого времени изучения астроном смог заключить, что это спутник планеты, и подсчитал период его обращения, который составил 16 дней и 4 часа. Но не Христиан дал нашему герою такое звучное и величественное имя. Ученый не стал сильно импровизировать и назвал его просто. Сатурни-Луна. То есть Луна-Сатурна. Довольно оригинально, ничего не скажешь. Современное же название спутник получил лишь в 1847 году, благодаря Джону Гершелю, который предложил назвать все спутники Сатурна именами его братьев и сестер. Небольшая ремарь. Изначально Сатурном звали одного из древнейших древнеримских богов, который являлся аналогом греческому божеству Кроносу. Это если вы вдруг начали задумываться, откуда у планеты взялись родственники. В 1907 году испанский астроном Комас Сала стал свидетелем, когда центральная часть его диска становилась ярче, чем края. Это явление послужило доказательством наличия на Титане атмосферы. А уже в 1944 году с помощью спектрометра установили, что его атмосфера содержит метал. В верхних слоях дуют мощные ветры, происходят сильные ураганы, но возле самой поверхности ощущается лишь легкий ветерок. Чем мы с вами поднимаемся выше, тем сильнее порывы ветра. И они совпадают с направлением вращения спутника. Выше 120 километров очень сильная турбулентность. Однако на высоте 80 километров царит полный штиль. Сюда не проникает ни ветер с нижних слоев, ни буря с верхних. Смело можно располагаться с книжкой и не бояться, что шляпа унесет, ну или вас самих. Лишь на Титане и Земле атмосфера состоит в основном из азота. Правда, здесь его как-то многовато – 95%. Остальное – это по большей части метан. Кстати, по расчетам, весь метан из атмосферы должен был израсходоваться теоретически за 50 миллионов лет. Однако спутник все еще с нами и существуют уже миллиарды лет. Да и метана меньше не становится. Это говорит о том, что все его запасы постоянно пополняются. Возможно, стоит сказать спасибо вулканической деятельности. И также есть теория, что метан могут вырабатывать особые бактерии. Титан – достаточно крупный объект. Он больше Луны на 50%, а тяжелее на 80%. Сила тяжести на нем составляет 1,7 земной. Поэтому он имеет горячее ядро и проявляет геологическую активность. Диаметр Титана – 5152 километра. По размеру это второй спутник после Ганимеда во всей Солнечной системе. И несмотря на многие известные о нем факты, его происхождение до сих пор остается неизвестным. Ученые так и не выяснили, был ли он захвачен Сатурном извне или сразу образовался на орбите из газополевого облака. Так как он сильно отличается от других спутников Сатурна, оставляя им на всех всего 5% массы, то теория захвата имеет полное право на существование. Считаю, ничего удивительного. Как планету назвали, так она себя и ведет. Поверхность Титана нельзя увидеть в видимом диапазоне. Даже если вы будете пролетать неподалеку. Не говоря уже о земных телескопах. Во всем виновата плотная облачность в верхних слоях атмосферы. Но наука не стоит на месте, и космические аппараты смогли провести исследования в различных диапазонах. И позволили узнать нам, что же скрывает застенчивый спутник. В основном поверхность Титана ровная, но кое-где можно увидеть и настоящие горные хребты высотой до 1 километра. Также была обнаружена гора в 3337 метров. Спутник имеет и множество озер из метана, и даже целые моря. К примеру, море Кракена по площади сравнимо с Каспийским морем. Кратеров найдено не так много, всего 7 штук. Все дело в том, что спутник обладает мощной атмосферой, которая спасает от мелких метеоритов. Если же поверхность подвергается падению больших, то кратеры быстро засыпаются разными осадками, обрушиваются или смываются. Погодные условия оперативно превращают кратер в аккуратную впадину. И не стоит забывать, что на данный момент была изучена лишь малая часть поверхности Титана. Кто знает, что мы обнаружим через время. Самое удивительное в этом спутнике – возможное наличие поверхностного океана, водяного слоя, который находится между ядром и поверхностью. Если он на самом деле существует, то охватывает полностью весь Титан. Согласно расчетам, вода в нем содержит около 10% аммиака, который служит антифризом и снижает температуру замерзания воды. Поэтому теоретически она должна быть в жидком виде. Также в воде может содержаться некоторое количество разных солей, как в земной морской воде. Несмотря на то, что, по предположениям, вода очень соленая, ученые все равно не теряют надежду найти там какую-либо форму жизни. Вот ничему их не учат фантастические фильмы. В них ведь никогда такие порывы хорошо не заканчиваются. Кстати, о жизни. Ее не исключают найти также и на поверхности спутника, так как предпосылки о ее наличии здесь куда выше, чем на вышеупомянутом поверхностном океане. Титан чрезвычайно богат углеводородами. Причем там постоянно происходят разные химические процессы с их участием. Постоянно образуются новые молекулы довольно сложных органических веществ. Поэтому возможность зарождения простейшей жизни нельзя отрицать. Несмотря на довольно суровые условия, это вполне могло произойти в метановых озерах. Ее химическая активность довольно невысокая. И еще один занимательный момент. Когда Солнце станет красным гигантом, а это произойдет через 6 миллиардов лет, плюс-минус, Земля погибнет. А вот Титан как раз нет. Там даже станет теплее. И спутник сможет принять эстафету нашей планеты. Пройдут десятки миллионов лет, и там уже смогут развиваться не только простейшие, но и сложные формы жизни. Думаю, пора собирать вещи и переселяться на Титан, пока он не так популярен, как Марс. Поэтому и дом там будет купить куда дешевле. Сегодня Титан не перестает терзать умы наших ученых. Однако совсем недавно они не видели в нем ничего примечательного. Его исследование началось с небольших наблюдений миссии американского зонда «Пионер-11», который сумел в 1979 году дать ученым первые снимки далекого спутника. Долгое время информация, полученная с борта «Пионера», мало интересовала исследователей. Успех и полное понимание о том, как выглядит Титан, пришло вместе с информацией, полученной с борта автоматической межпланетной станции «Кассини». Начатая в 1997 году, миссия «Кассини» выступает общей разработкой ЕКА, Европейское космическое агентство и НАСА. Основным направлением исследований стал «Сатурн». Однако не остались без внимания и его спутники. Так, для изучения Титана в программу полета был включен этап посадки на поверхность зонда «Гюгенса». За все эти годы наблюдения и сбора данных об этом космическом деле позволили смоделировать Титан в земных условиях. Видимо, решили сэкономить время и деньги на полеты к оригиналу. Но смогут ли подобные исследования пролить свет на тайны этого необычного спутника? Ну что ж, покажет лишь время. Окунемся немного в историю, чтобы получше познакомиться с нашей гостьей. Открыт спутник был «Галилео Галилеем» в 1610 году наряду с еще тремя космическими телами. Для этого ученый использовал специально усовершенствованный телескоп. Поначалу он решил, что эти светлые пятна являются звездами, но впоследствии понял, что это луны. В 1614 году Симон Марий, немецкий астроном, сообщает, что это именно он отыскал спутник и предлагает назвать его в честь дворянки, любимой женщины и любовницы Зевса. Ну, одной из. «Галилео Галилей», в свою очередь, отказался применять наименование, данное его конкурентом, поэтому просто присвоил найденному спутнику порядковый номер. Но в 20 веке новое название все-таки прижилось и используется до сих пор. На мой скромный взгляд, оно более звучное, чем старое. Орбита Европы имеет вытянутую форму, поэтому она периодически приближается к своей планете, а потом отдаляется от нее. Во время сближения на Европу действует гравитация огромного Юпитера. Таким образом, Европа с постоянной периодичностью сжимается и разжимается. Этот процесс нагревает внутренний океан спутника, делая его пригодным для жизни разнотипных микроорганизмов. По крайней мере, так предполагают исследователи. Планетологи и астрофизики уверены, что в центральной части Европы имеется ядро, покрытое горными породами. За ним располагается океан с жидкой водой, глубина которого достигает 100 километров. Поверхностным слоем Европы является лед, толщина которого приравнивается к 10-30 километрам. Из-за невероятно глубоководного океана, покрытого толстенным слоем льда, поверхность спутника считают максимально гладкой в нашей планетарной системе. Количество поверхностных кратеров очень мало. На данный момент обнаружено всего три кратера площадью покрытия больше пяти километров, что свидетельствует об относительной молодости поверхности, возраст которой предположительно не превышает 30 миллионов лет и обладает высокой геологической активностью. Поверхность Европы высокорадиоактивна, так как ее орбита совпадает с мощным радиационным поясом планеты Юпитер. Рассматривая изображение Европы, можно заметить многокилометровые полосы, покрывающие ледяную поверхность, а также хребты, выпуклости и разнотипные вогнутые участки. Эти неровности являются прямым доказательством наличия воды подо льдом этого субъекта. Самым интересным явлением на Европе планетологи называют притемненные линии, которые буквально опоясывают спутник вдоль и поперек. Ширина этих образований может доходить до 20 километров. Планетологи считают, что это следы от разломов коры, через которые на поверхность пробивалась жидкость. Цвет полос они объясняют тем, что со льдом в реакцию могли войти продукты жизнедеятельности подводных обитателей Европы, которыми, вероятнее всего, являются бактерии и другие микроорганизмы. В результате многочисленных исследований данного спутника ученым удалось обнаружить наличие ионосферы и на основании этого предположить о существовании у него атмосферы. Данная гипотеза немного позже была подтверждена космическим телескопом «Хаббл», который обнаружил наличие следов малозаметной атмосферы. Образование атмосферы у данного космического тела объясняется разложением льда на частицы кислорода и водорода, чему способствует солнечная радиация. При этом легкие частицы водорода из-за незначительной величины силы притяжения улетучиваются в космос. Европа — спутник Юпитера, подвергшийся большому количеству исследовательских мероприятий. Первым аппаратом, отправившимся к его поверхности, был «Пионер-10» в 1973 году и «Пионер-11» годом позже. Но получить первые детальные снимки Европы получилось лишь в 1995 году при помощи аппарата «Галилео», который вышел на орбиту Юпитера. Исследовательский аппарат провел на орбите Юпитера 8 лет, не считая 14 лет полета, после чего был расплавлен в атмосфере планеты, чтобы исключить возможность занесения микроорганизмов Земли. Полученные с «Галилео» фотографии Европы были раздроблены на множество отдельных кусочков в низком разрешении, а также в них был сильно искажен цвет. Чтобы собрать эту мозаику воедино, повысить ее разрешение и восстановить цветовые данные, ученым пришлось провозиться несколько лет. И вот, наконец, перед нами четкий и правдивый снимок поверхности Европы во всей ее красе. В 2012 году уже телескоп «Хаббл» принес нам новые сведения о спутнике. Он смог зафиксировать на Европе водяные гейзеры. Высота их выбросов в районе Южного полюса Европы достигает 200 километров. После этого жидкость, по всей видимости, падает обратно на спутник. За Европу ученые наблюдали в течение 15 месяцев. За это время спутник транзитом проходил по диску Юпитера, что позволило отследить три нерегулярных случая активности гейзеров. Ученые полагают, что их наблюдения делают возможным исследование подледного океана Европы без бурения. В настоящее время разрабатывается еще несколько проектов по дальнейшему освоению Европы. Спутник имеет достаточно хороший потенциал для поиска на нем новой жизни. Причем она допустима не только в воздушной среде, но и подводной частью планеты. Если океан теплый и обладает кислородом, в нем могут водиться живые существа. Современными учеными Европа рассматривается как выгодный ориентир для колонии, поскольку на ней есть источник воды. Однако есть риск возникновения значительной слабости на физическом уровне. Она вызвана недостаточно высоким уровнем гравитации. На сегодняшний день самый интересный объект для исследований – Марс. Но и о Европе никто не забудет. Поэтому ученые однозначно продолжат работы по ее освоению. Сегодня изобретаются более совершенные аппараты, предназначенные для освоения поверхности тела. Изучить его снимки и изображения можно на карте в виртуальном режиме, по фотографиям звездного неба и с помощью специального телескопа. Спутник Ио – один из крупных лун Юпитера Галилейской группы. Это уникальный объект, на котором находятся более 400 активных вулканов. Поверхность спутника вызывает особый интерес у исследователей. Из всех небесных тел Солнечной системы вулканическая деятельность прослеживается только на Земле и на Ио. И не волнуйтесь, я помню, что все мы здесь собрались ради снимков. Они будут, но чуть позже. Будет невежливо, если сначала мы немного не познакомимся с нашим гостем. Вкратце затрону историю открытия, так как мы с вами уже о ней говорили в другом ролике, который был посвящен тоже одному из спутников Юпитера. Если пропустили, то обязательно посмотрите. В Европе тоже есть чем вас удивить. Впервые луны газового гиганта были замечены Галилео Галилеем в 1610 году. Он рассмотрел на орбите Юпитера сразу четыре небесных тела. Ио – это первый спутник среди галилейской группы. Огромное гравитационное силовое поле Юпитера наделило спутник секретом вечной молодости, повышенной геологической активностью. Мне кажется, мы с вами раскрыли тайну горца Дункана МакКлауда. Осталось только выяснить, как он договорился с планетой. Первый спутник имеет шарообразную форму. Радиус небесного тела на полюсах составляет 1817 километров. На экваторе – 1830. Меньшая окружность объясняется приплюсностью шара на полюсных участках. Из-за воздействия гравитационных сил материнской планеты, а также соседних лун Европы и Ганимеда, Ио имеет необычную форму. Спутник газового гиганта заметно отличается от своих соседей. Ио имеет множество вулканов, приблизительно 400. Это наиболее геологически активное тело Солнечной системы. Ежесекундно из недр спутника извергается до 100 тысяч тонн вулканического материала, которого было бы достаточно, чтобы за миллионы лет покрыть поверхность спутника 10-метровым слоем вулканической породы. В процессе сжатия коры на ее образовалось около сотни гор. Вершины некоторых, к примеру, Южная Боасавла, превышает пик Авереста в два раза. Это просто мечта альпиниста. Правда, ему пришлось бы сначала освоить ремесло космонавта перед покорением гор. На поверхности спутника располагаются обширные равнины. Поверхность его имеет уникальные свойства. Оно содержит множество оттенков цветов – белого, красного, черного, зеленого. Такая особенность обусловлена регулярными потоками лавы, которые могут простираться до 500 километров. Частые извержения, мощные катаклизмы изменяют не только поверхность спутника, но и формируют тонкий слой атмосферы. Здесь она состоит из диоксида серы, кислорода, хлорида натрия. Газовая оболочка неравномерна по плотности и толщине. Если у вас дома не припасено пару противогазов, то сюда лучше отменить поездку. Ввиду этого давление здесь также существенно различается. На ночной стороне, а именно на той, которая в данный момент не освещается Солнцем, оно минимальное. А на противоепитерианском полушарии ИО и вдоль экватора максимальное. Наиболее плотные участки атмосферы наблюдаются в вулканической зоне, где оно пополняется диоксидом серы из-за извержений. Вследствие воздействия космической радиации и газовой оболочки спутника образовываются полярные сияния. Самая низкая температура здесь составляет минус 184 градуса по Цельсию, а самая высокая — 1527 со знаком «плюс». После открытия ИО два века подряд ни один астроном не смог увидеть никаких деталей на нем. Лишь на рубеже 19-го, 20-го веков появились достаточно мощные инструменты, которые позволили приступить к изучению этого спутника. Думаю, не буду вас больше томить, поэтому мы переходим к вишенке на торте, а лучше сказать — к горячим снимкам ИО. Впервые мимо спутника пролетели «Пионер-10» — 1973 и «Пионер-11» — 1974. Миссии позволили впервые оценить массивность, состав, высокий уровень плотности, наличие атмосферы и интенсивных радиационных поясов. В 1979 году пролетели «Вояджеры-1» и «2», с чьей помощью удалось получить более качественное изображение. Они впервые продемонстрировали цветной ландшафт. Также сведения показали, что на поверхности много серы и активны вулканы. В 1995 году к Юпитеру прибыл аппарат «Галилео», выполнив близкий подход 7 декабря. «Галилео» отследил процесс извержения, разобрался в составе и определил поверхностные изменения с момента прилета «Вояджеров». Миссию дважды расширяли — в 1997 и 2000 годах. За это время «Галилео» шесть раз пролетал мимо Ио, что позволило четко определить геологические процессы и исключить магнитное поле. В 2000 году «Кассини» приблизился и отдалился от системы Юпитера, что позволило провести совместный обзор. Это привело к находке нового шлейфа и лучшего понимания сияний. В 2007 году мимо системы пролетел новые горизонты, добывшие множество изображений поверхности, шлейфов и новых источников струй. В 2011 году стартовал аппарат «Юнона», который теперь следит за планетой и ее спутниками. За вулканической деятельностью удается наблюдать благодаря ИК-спектрометру. В 2022 году могут запустить миссию «Джуз», которая сможет рассмотреть вулканы за два года, пока не установятся на орбиту Ганимеда. Планировалось отправить миссию «Ай-Вио» в 2021 году, но она не получила одобрения. Со временем общий интерес к этому космическому телу постепенно ослаб. Думаю, это связано с тем, что практическая сторона изучения спутника Юпитера имеет мало общего с планами землян по поводу освоения космического пространства. Проще говоря, в случае полного загрязнения Земли мы не сможем перебраться на ИО, чтобы продолжать загрязнять уже его. А береги в виде вулканов и извержений не позволят это сделать. Кстати, если вы обычный любитель астрономии и в вашем распоряжении лишь довольно скромный телескоп, то ИО вы сможете увидеть только как звезду. Спутник можно гораздо лучше разглядеть в 8-10-кратный бинокль, когда он будет находиться на достаточном расстоянии от Юпитера. ИО – это удивительно интересный и одновременно с этим смертельно опасный мир, который манит нас, как огонь пламени мотылька. Миранда – пятый по размеру и по счету открытый спутник Урана, который находится ближе других к планете. Спутник находится неподалеку от линии экватора и имеет свой сезонный цикл. Своим названием, так же, как и другие четыре спутника Урана, Миранда обязана героям произведений Уильяма Шекспира, в данном случае пьесы «Буря». Хоть какое-то разнообразие после ряда древнегреческих имен. Обнаружен спутник был относительно недавно – 16 февраля 1948 года. В качестве его первооткрывателя выступает Джерард Койпер, который заметил космическое тело на фото с телескопа из Техасского университета, где обучался и работал. 1 марта появилась возможность отследить движение Миранды вокруг планеты. Ученые расходятся во мнениях относительно того, какие процессы ответственны за формирование поверхности Миранды. Одно из предположений состоит в том, что первоначальный спутник был несколько раз расколот мощными столкновениями с другими телами и каждый раз заново собирался, образуя причудливую мозаику. Но эта версия не объясняет наличие явно старых и очень больших кратеров на поверхности спутника. Другим более вероятным сценарием является тот, что многочисленные удары метеоритов частично расплавили ледяные недра, после чего вода, поднимающаяся к поверхности Миранды, замерзла, образовав текущий ландшафт. Существует и альтернативная теория, которая считает, что причудливость спутника вызвана его внутренними процессами. Стабильное воздействие огромной планеты на Луну привело к тому, что ее ядро начало греться и вращаться. Однако недра спутника прогреваются крайне неравномерно, и это вызывает подобие геологической активности, а как следствие – появление выраженных поверхностных деформаций. Хочу напомнить, что Миранда – не первый необычный спутник, о котором мы рассказываем. Если вы немного полистаете наши видео, то найдете также выпуски о Титане, Европе и других. Увлекательные факты и просто приятное времяпрепровождение от просмотра гарантирую. Советую не забыть вкусняшки перед началом. Миранда находится на расстоянии 129 900 километров от Урана. Это ближе в два раза, чем Луна к Земле. И всегда повернута к планете одной стороной. Это один из наиболее крошечных объектов во всей системе, которому удалось достичь гидростатистического баланса. Равновесие между силой тяготения, направленной внутрь, и силами газового и лучистого давления, направленными наружу. Орбита Миранды практически круговая, а её плотность экватора почти перпендикулярна плоскости орбиты планеты. Из-за этого на поверхности Миранды происходит весьма своеобразная смена времён года и суток, когда один полюс Миранды непрерывно освещен в течение 42 лет, а второй в то же время находится в полярной ночи. Миранда примерно 500 километров в диаметре. Этот размер слишком мал, чтобы поддерживать тектоническую активность. Тем не менее, у неё самый разнообразный ландшафт среди внеземных тел. Спутник имеет гигантские каньоны глубиной до 20 километров. В связи с низкой гравитацией и большими скалами, падение с самого высокого утёса до подножья займёт целых 10 минут. За это время, думаю, можно устать и просто уснуть. Этот спутник в семействе урановой системы является наименее плотным. В составе присутствуют Лёд водяного типа около 60%. Силикатная порода и соединения, имеющие органическое происхождение. Поверхность отличается экстремальным смешиванием различных геологических типов, из которых представители учёного мира в рамках данного небесного объекта насчитали пять основных разновидностей – короны, кратеры, каньоны, регионы и борозды. Миранда – спутник урана, который имеет уступ вороны. По размеру он превосходит известный на весь мир большой каньон в 12 раз. Одну достопримечательность для посещения туристов мы тут уже нашли. Расположение корон приходится преимущественно на зоны южного полушария, оснащённого структурами рельефного типа, которые простираются на 200 километров и обладают глубиной, равной 20 километрам. Они получили названия Арден, Эльсинор и Инварнес. Поверхность Миранды светится довольно ярко по меркам спутников урана. Однако так же, как и остальные, она отражает не более 1 третий падающего света, что говорит об углеродистом материале на поверхности. Яркость Миранды резко возрастает, когда она находится в оппозиции, то есть когда наблюдатель находится непосредственно между ней и Солнцем, что указывает на пористую поверхность небесного тела, образованную множеством ударов мелких метеоритов. Побитый жизнью спутник, но до сих пор светящийся оптимизмом. Как ни прискорбно, но Миранда и другие спутники урана, в принципе, да и он сам, не избалованы вниманием учёных. Единственным рукотворным аппаратом, сблизившимся с Мирандой достаточно тесно, а именно пролёт на расстоянии 29 тысяч километров, был «Вояджер-2», изучавший систему урана в январе 1986 года. Не назовёшь данные по этому спутнику свежими. Плюс, при пролёте «Вояджера» вблизи Миранды Солнце освещало только южное полушарие спутника, и поэтому северное осталось неизученным. Следующий ближайший космический полёт в сторону Миранды состоится не ранее, чем после 2020 года, в рамках программы NASA Uranus Orbiter and Probe или же программы Uranus Pathfinder Европейского космического агентства. Надеюсь, что они действительно состоятся, так как этот удивительный космический объект стоит того, чтобы на него обратили внимание. Не только же изучать потенциально новые жилплощади для человечества. Если немного пофилософствовать в конце, то спутник Миранда — наглядный пример того, что за внешностью гадкого утёнка может скрываться невероятно интересный мир, таящий множество тайн. И несмотря на неприглядное прозвище, спасибо астрономам. Являясь грушей для битья у метеоритов, этот космический объект выделяется среди других своих собратьев. Видео про него выходило более года назад, но, поверьте мне, нам с вами ещё многое предстоит о нём узнать. В 1789 году астроном Уильям Гершель изготовил телескоп с зеркалами диаметром в 1,2 метра. Это был самый большой прибор для своего времени. С помощью прямых наблюдений сэр Гершель и открыл энцелад. Близость к Сатурну, затмевавшему спутник, затрудняла открытие. Но удачно выбранный момент равноденствия на планете, когда Земля пересекала плоскость колец гиганта, помог заметить маленький яркий небесный объект. В течение 56 лет спутник был безымянным. Он имел только порядковый номер. После предложения Джона Гершеля назвать луны Сатурна именами титанов, появился энцелад. Это имя носил гигант, убитый Афиной после победы олимпийских богов над титанами. Этот космический объект – один из самых маленьких спутников Сатурна, имеющих правильную шарообразную форму. Но он крупнейший в ряду внутренних спутников. А удалённость его от планеты составляет 237 тысяч километров и 180 тысяч километров от верхней границы облаков. Облёт вокруг Сатурна совершается за 33 часа. Как нечего делать, особенно для нашего человека, который привык трястись несколько дней в поезде и не всегда с приятными соседями. Глубокий анализ поверхности спутника раскроет историю борьбы за существование этого крошечного мира. Изображения собраны по принципу мозаики из набора более мелких снимков во время сближения к осени с энцеладом 14 июля 2005 года. Человеческий глаз увидит энцелад немного в других тонах, поэтому фотография считается ложноцветной, полученной с использованием фильтров ультрафиолетового, видимого, инфракрасного диапазонов. Подобно нашей Луне, маленький спутник обращён к своей планете всегда одной стороной и не проявляет медленных колебаний, которые называются либрация. Они могут быть кажущимися или реальными и наблюдаются с поверхности тела, вокруг которого вращается спутник, в данном случае Сатурна. Оказалось, что почти весь падающий свет Солнца на поверхность энцелада отражается от неё. Орбита его проложена в самой плотной части Сатурнианского кольца И. Скорее всего, именно спутнику и обязано это кольцо своим происхождением. Гравитации этого маленького космического объекта не хватает для удержания атмосферы, следовательно, есть постоянный источник её пополнения. Таким источником могут служить мощные криовулканы или гейзеры, которые выбрасывают газ и пар на поверхность. Первые доказательства этой теории были получены в 2005 году от миссии Кассини. Кстати, по слою атмосферы наш энцелад может легко соперничать с другим спутником – Титаном. Магнитометр показал, что газы концентрируются над Южной полярной областью, где атмосферный слой располагается ниже. Атмосферный слой наполнен водяным паром, молекулярным азотом, двуокисью углерода, метаном, а также примесями пропана, формальдегида и ацетилена. Ландшафт тут достаточно разнообразен. Попадаются участки гладкие, ребристые, а также разбитые кратерами. Кратеров на поверхности не так много, зато имеются уступы и длинные трещины. Это свидетельствует о молодости поверхности, либо о том, что она обновляется, что возможно в случае активного креовулканизма. Самыми интересными формами рельефа поверхности энцелада стали рифты. Эти впадины могут растягиваться в длину до 200 километров, а в ширину – на 5-10, имея глубину до 1 километра. Любопытны и полосы, состоящие из борозд и гребней, криволинейной формы. Они зачастую отделяют равнинные участки от районов, имеющих кратеры. Эти участки похожи на образование на Ганимеде, но имеют менее сложную структуру. Кстати, было бы вам интересно увидеть ролик про этот спутник Юпитера. Напишите ваши пожелания в комментариях. Пример таких объектов – рытвины Самарканд. Иногда полосы соединяются друг с другом под некоторым углом, образуя шеврон. А у нас чаще всего все непонятные рисунки на Земле приписывают инопланетянам. Интересно, если есть жизнь на других космических объектах, они тоже так делают? Кратеры энцелада характеризуются куполообразным дном. Они очень выровнены от гравитационного воздействия. Примером может служить кратер Дуниазад. Гладкие равнины Дияра и Сарандип имеют достаточно молодой возраст. Он оценивается в диапазоне от 170 миллионов лет до 3,7 миллиардов лет. Рельеф их низкий, и кратеров очень мало. На стороне, противоположной равнинам, есть похожие области, но иссеченные желобами и горными хребтами. Предполагается, что это Сатурн проявляет свои приливные силы. Южный полярный регион считается самой молодой частью поверхности, не больше 500 тысяч лет. Возле центра этой области наблюдаются 4 разлома – тигровые полосы. Их протяженность достигает 130 километров, а ширина – 2 километра. Глубина же этих полосок может доходить до 500 метров. Околополярные объекты получили свои названия – Каир, Александрия, Дамаск и Багдад. Они оторочены отложениями водяного льда крупнозернистых фракций, имеющего бледно-зеленый цвет. Северная и южная полярные области резко различаются. В этом случае противоположности не притягиваются. В северной части очень много кратеров, что позволяет сделать вывод о ее более солидном возрасте. Либо же толщина коры в разных областях различна. В области южного полюса наблюдались фонтаны ледяных частиц, выбивающиеся из четырех трещин и поднимающиеся на сотни километров. След, образовавшийся из частиц, окружает Сатурн кольцом. Не очень понятно, какие силы вызывают такой мощный вулканизм. Это может быть энергия от радиоактивного распада, или же разогрев происходит под действием приливных сил. Предполагая, что формирование Энцелада, подобно другим ледяным спутникам Сатурна, происходило быстро, можно судить и о его составе. Скорее всего, присутствует каменное ядро, окруженное ледяной мантией. Геологическую активность может обеспечить сильный разогрев ядра, которое должно быть в некоторых местах расплавленным. А под поверхностном океане, исследованиях спутника и возможном наличии жизни на нем, я уже рассказывал подробно в прошлом видео, посвященному Энцеладу. Не поленитесь и посмотрите его, если вы со мной недавно и не видели этот ролик. Он не отнимет много времени, а удовольствие получите, гарантирую. Сейчас Энцелад считается одним из самых перспективных мест в Солнечной системе для поиска в жизни. Конечно, существует еще Европа, огромный ледяной мир в окрестностях Юпитера, к которому в 2020-е годы будут направлены сразу два аппарата. Но в случае с Европой есть важный фактор, который осложняет любые миссии к ней. Это мощнейшие радиационные пояса Юпитера, которые пагубно влияют как на электронику, так и на потенциальную органику, которую там надеются найти. Если НАСА одобрит проект Энцеладус Лайффайндер, то именно он займется дальнейшим изучением Энцелада. Миссия рассчитана на три года работы, за которые Эльф от восьми до десяти раз пройдет через выбросы спутника. Сам же путь до него займет девять с половиной лет. А как вы считаете, стоит ли тратить время и ресурсы на исследование теоретических мест для переселения человечества, или лучше стараться сохранить то, что мы уже имеем? Многие космические объекты так и остаются для нас загадками, ведь ученые не видят в них потенциала для будущего человека. Думаете, это верный подход? Ганимед — спутник Юпитера, крупнейший в нашей Солнечной системе. Его колоссальные масштабы действительно впечатляют. Он превосходит по размеру Луну, Меркурий, и совсем немного отстает от Марса. Здесь бог войны все-таки смог выиграть сражение. Если бы наш спутник вращался по орбите не Юпитера, а Солнца, то считался бы полноценной планетой. Ганимед — единственный спутник, имеющий собственную магнитосферу, которая к тому же втрое сильнее, чем у Меркурия. Но самое удивительное то, что мы можем с вами ее послушать. И сейчас я не шучу. Несколько американских университетов и агентств, изучающих космос, сделали записи космических песен. И одна из них принадлежит нашему спутнику. Особой чести достоин человек, без деятельности которого звуки Вселенной никогда бы не были записаны. Фред Шарф. Именно он создал проект акустической записи для Вояджеров. Уверен, что каждый из вас найдет свою ассоциацию к этим неземным звукам. Довольно таинственно и пугающе, не так ли? Тему открытия мы с вами в этот раз затрагивать не будем, так как она хорошо была раскрыта в предыдущих роликах о спутниках Юпитера. Эти и другие увлекательные видео вы сможете всегда найти на канале. Приятно и с пользой проведете время. Лишь упомяну тот факт, что среди всех названий галилеевых спутников только у Ганимеда мужское имя. Все остальные – женские. Наличие у Ганимеда атмосферы было предметом споров среди ученых долгое время. В 1972 году группа исследователей заявила, что обнаружила тонкую атмосферу. Но в 1979 году мимо него пролетал Вояджер-1 и не нашел никаких ее признаков. Однако все снова изменилось в 1995 году благодаря телескопу «Хаббл», который все-таки смог обнаружить наличие у Ганимеда очень тонкой кислородной атмосферы. Считается, что она образуется из-за разрушения молекул воды, из которых состоит поверхностный лед, под действием ионизирующего солнечного излучения. Молекула воды распадается на водород и кислород, но водород быстро улетучивается в космос, так как это очень легкий газ. Кислород задерживается, но находится как в молекулярном, так и в атомарном виде. Атомарный водород обнаруживается на расстоянии 3000 километров от поверхности. Существование кислородной атмосферы Ганимеда было обнаружено по спектральным данным газов в мороженых в лед на его поверхности. Об обнаружении полос поглощения озона было сообщено в 1996 году. В 1997 году спектральный анализ выявил линии поглощения димера, или, проще говоря, двухатомного кислорода. Такие линии поглощения могут возникать, только если кислород находится в плотной фазе. Лучшее объяснение – это то, что молекулярный кислород вморожен в лед. Точные же характеристики атмосферы Ганимеда пока не ясны, так как эта область все еще слабо исследована. Первым изображением Луны Юпитера мы обязаны автоматической космической станции Галилео. Она передала свыше 30 гигабайт данных, включая 14 тысяч изображений Юпитера и его спутников, а также уникальную информацию об атмосфере планеты. Аппарат Галилео завершил свою миссию в 2003 году, но исследователи до сих пор изучают полученные данные и анализируют уникальные изображения. Один из таких снимков как раз и представлен на сайте НАСА, где каждый желающий может его увидеть. Собранная информация во время миссий позволила построить модель внутреннего строения Ганимеда. Правда, не стоит забывать, что она еще требует многих исследований и уточнений. Ученые считают, что Ганимед имеет горячее ядро из расплавленного железа с температурой более полутора тысяч градусов. Затем идет силикатная мантия, а далее ледяной слой. На присутствие ядра указывает магнитное поле спутника. Скорее всего, причина в конвекции и жидком железе с высоким уровнем электропроводности. Мантия представлена хондритами и железом. Внешняя ледяная корка выступает крупнейшим слоем 800 километров. Есть данные, что под поверхностью Ганимеда есть слои жидкой воды. Под поверхностный океан, как на Европе. Мало того, таких слоев может быть до четырех, и разделены они прослойками изо льда разного типа. Чем глубже слой, тем соленее в нем вода. Такие выводы были сделаны на основе изучения магнитного слоя Ганимеда и моделирования его структуры. Поверхность спутника делят на две разновидности рельефа. Это древние темные и кратерные участки, а также молодые и светлые территории с хребтами и канавами. Темная часть занимает одну третью всей поверхности. ее окрас объясняется наличием глины и органических материалов во льду. Напомню, что органические вещества это химические соединения, в состав которых входят атомы углерода. Также поверхность Ганимеда испечрена трещинами, бороздами и высокими гребнями. Они, как полагают ученые, образовались из-за тектонической деятельности в прошлом. Когда Ганимед еще не имел стабильной орбиты и не вошел в стадию резонанса с другими спутниками, его ледяная кора подвергалась мощным деформациям из-за гравитационного действия Юпитера и соседних спутников. Это вызывало образование огромных трещин. Огромные плиты приходили в движение, наползая друг на друга и сминаясь. Между ними образовывались огромные провалы, которые заполнялись водой, вырывающейся с глубоких слоев. Кроме того, надо иметь в виду, что разогрев ядра в прошлом вызывал тепловое расширение спутника, что тоже приводило к растрескиванию поверхности. В результате всех этих геологических процессов первоначальная древняя поверхность была частично стерта и вместо нее появилась более свежая. Судя по кратерам, темные области имеют возраст около 4 миллиардов лет. Ее изучение даст массу данных о составе туманности, из которой образовалась вся наша Солнечная система. Ганимед словно старец из сказок, раскроет все тайны лишь избранному. Кратеры спутника не такие глубокие, как лунные. Ведь они выбиты в ледяной поверхности, а лед непрочен. Постепенно он разрушается под действием гравитации Юпитера и силы тяжести. Некоторые самых древних кратеров, называющиеся полимпсестами, уже практически полностью сгладились. У Ганимеда есть полярные шапки, которые состоят предположительно из иния. Частицы плазмы выбивают с поверхности молекулы воды, которые поднимаются к более холодным полярным областям и там оседают. К Юпитеру отправлялось несколько исследовательских зондов, поэтому у нас есть достаточно подробные данные не только о планете Гиганте, но и о ее спутниках. Первыми были космические аппараты Пионер-10 в 1973 году и Пионер-11 в 1974 году, которые дали нам представление о физических характеристиках. Вояджер-1 и Вояджер-2, чей полет состоялся в 1979 году, снабдили фотографиями и атмосферными пробами. Но эти аппараты не могли ответить на все имеющиеся вопросы. Ответы начал давать зонд Галилео, изучавший Ганимед в период с 1996 по 2000 года. Именно ему удалось обнаружить магнитное поле, внутренний океан и предоставить множество спектральных снимков. А в 2007 году мы получили не только спектры, но и топографическую карту этого спутника, сделанную зондом новые горизонты. Сейчас же есть несколько проектов, которые находятся в ожидании одобрения. В 2022-24 годах могут запустить джуз, которая охватила бы все галилейские луны. А также среди отмененных проектов числится и ЛМО, собирающийся детально изучить сам ганимед. Но пока все упирается в банальное отсутствие финансирования. Действительно жаль, ведь этот спутник выступает одним из кандидатов на колонизацию. Магнитосфера защитит от космических лучей, а водяной лед поможет создавать кислород, воду и ракетное топливо. Но не обойтись и без проблем. Магнитосфера не такая плотная, как мы привыкли, поэтому не сможет защитить от радиации Юпитера. Также магнитосферы не хватит, чтобы удержать плотный атмосферный слой и комфортную температуру. Среди решений фигурирует возможность создать поселение под землей, ближе к ледяным залежам. Тогда нам не грозят лучи и морозы. Но пока это все лишь в теории. Таинственный и величественный ганимед. Тот самый гигант из мифов, чья история завораживает и вызывает желание узнать о нем больше. А как вы думаете, будут ли еще миссии по изучению этого спутника? Возможно ли наше переселение на этого великана в будущем? Или это лишь сценарий для фантастического фильма? Средняя температура в наиболее холодных точках Земли зимой составляет приблизительно минус 46 градусов по Цельсию. При таких показателях условия жизни становятся практически невыносимыми для человека, привыкшему к обычному климату. Техника перестает нормально функционировать, работа человека замедляется, возникает угроза для жизни. А теперь представьте, что было бы, если бы эта температура уменьшилась бы еще в пять раз. Именно такой климат царит на Тритоне, одном из 12 спутников Нептуна, который можно по праву назвать царством мрака и холода или самым холодным местом в нашей Солнечной системе. Первое упоминание об этом ледяном гиганте появилось спустя две недели после открытия самой планеты Нептуна 10 октября 1846 года. Несмотря на это, он не получал своего нынешнего названия в течение множества лет. Имя Тритон было предложено французским астрономом Камилем Фламарионом только в 1880 году. Название отсылало к сыну древнегреческого бога Морей Посейдону и означало Вестник Глубин. Другие спутники Нептуна также были названы именами мифологических персонажей, связанных с водой. Диаметр этого спутника составляет 2706 километров. Его масса практически достигает всей остальной орбитальной массы Нептуна. При таких габаритах Тритон полноправно занимает седьмую позицию в списке крупнейших спутников Солнечной системы. По своим размерам он превышает даже карликовые планеты Эриду и Плутон. Но самым удивительным является не его гигантский размер, а аномально низкая температура на поверхности, а именно минус 235 градусов по Цельсию. Как думаете, кто и каким образом смог бы жить в таких условиях? Пишите свое мнение в комментариях. Но феноменальный климат это не единственный фактор, который так сильно привлек внимание ученых. Второй особенностью Тритона является его масса, которая составляет 99,5% от массы всех остальных спутников Нептуна, что не сильно отлично и от веса планеты, в орбите которой он находится. Для сравнения вторым по величине спутником после него идет протей, чья масса меньше в 4200 раз. Такой грандиозный размер заставил ученых задуматься о происхождении Тритона. По одной из теорий спутник не образовался на орбите, а вероятнее всего пришел из другого места и впоследствии был захвачен Нептуном. Вполне возможно, что Тритон раньше был объектом пояса Койпера, который попал в гравитационное поле гиганта. Подтверждением этой теории также может быть тот факт, что Тритон является единственным крупным спутником в Солнечной системе, который движется вокруг своей планеты по ретроградной орбите, то есть в обратном направлении по сравнению с другими спутниками. Возможно, когда-то он был карликовой планетой, существовавшей вместе с соседом. Тогда Нептун притянул их обоих, после чего Тритон вытолкнул второго. По плотности, температурным показателям и химическому составу Тритон напоминает Плутон. Больше половины его поверхности укрыто замерзшим азотом. От 15 до 35% покрыто водяным льдом и около 15% приходится на сухой лед. Показатель плотности Тритона говорит о том, что его внутренняя часть состоит из твердого ядра, камней, металлов, ледяной мантии и коры. Присутствие радиоактивного распада может гарантировать наличие подземного океана, что когда-то казалось немыслимым на планете, не имеющей расплавленного ядра и так далеко расположенной от Солнца. Возможность подземных вод на Тритоне является одним из тех факторов, который заставляет ученых до сих пор испытывать сильнейший интерес к этому спутнику. В 1989 году, когда космический аппарат NASA Voyager 2 прибыл в систему Нептуна, ему удалось зафиксировать с помощью камер гейзера жидкого азота на поверхности спутника и сделать запись электромагнитных вибраций, исходящих оттуда. Вот звуки, которые он там услышал. Также упоминания Тритона можно встретить в разного рода произведениях искусства, например, в фильме «Туманность Андромеды» или «Компьютерной игре космические дальнобойщики». Что неудивительно, ведь Тритон является идеальной локацией для какой-нибудь футуристической баталии. Его поверхность имеет множество гейзеров, которые выбрасывают азот вверх на высоту до 8 километров и образовывают гигантские шлейфы протяженностью до 150 километров. Также аппарат НАСА показал, что на Тритоне действуют неугасающие вулканы. Только вот извергают они не лаву, как на Земле, а аммиак и ледяную воду. На получившихся фотографиях зеленоватый оттенок кажется необычным, однако это истинный цвет. Когда Вояджер делал снимки, загадочная поверхность под космическим аппаратом и светлой превратилась в темную. После близкого пролета Вояджер обернулся, чтобы посмотреть на удаляющийся спутник, который теперь выглядел как уменьшающийся полумесяц. Должно быть, те, кто в далеком будущем смогут увидеть эту картину вживую, будут ошеломлены подобным зрелищем. Ведь даже имея описание этих явлений и несколько фотографий, мы можем представить, насколько это должно быть красиво. Довольно большую площадь поверхности Тритона занимает уникальная местность, рельеф которой напоминает дынную корку. В Солнечной системе такая поверхность не встречается больше нигде и называется Канталуп Террейн, то есть местность дынной корки. Количество ударных кратеров в этой области спутника невелико, однако эта местность считается древнейшей. Здесь встречаются огромные круглые структуры размерами от 30 до 40 километров в диаметре. Однако их происхождение не связывают с ударными столкновениями, так как они приблизительно одинаковых размеров, имеют кривую форму и гладкие высокие края. Насчет появления дынной корки существует несколько теорий. Самое распространенное связывает ее происхождение с мощной криовулканической активностью, последующим затоплением местности и остыванием, после которой затвердевший лед расширялся и трескался. Но несмотря на то, что Voyager 2 смог рассмотреть только 40% поверхности тритона, это было только первым исследованием тритона вблизи. И происходило оно в далеком июле 1989 года. Начиная с 1990-х годов, с земных обсерваторий начались наблюдения покрытий тритоном звезд, что позволило изучать свойства его разреженной атмосферы. Исследования Земли показали, что атмосфера тритона плотнее, чем показывали предыдущие измерения. Было также открыто повышение температуры атмосферы на 5%. Совсем недавно ученые НАСА проявили желание вновь взяться за изучение этого спутника. На недавней научной конференции в Хьюстоне объявили, что на новый проект следует выделить 500 миллионов долларов и по предварительной дате запустить новый космический аппарат Trident в начале 2020 года. Все дело в том, что в подземном океане Тритона могут скрываться примитивные формы жизни, которые ученые надеются там отыскать. Вот с каким заявлением выступил Пауль Шенк, один из ученых Лунного и Планетарного института в Хьюстоне. Согласно имеющейся информации, возраст поверхностного слоя тритона составляет около 10 миллионов лет, что в свою очередь указывает на то, что в слоях этого планитоида до сих пор идут активные геологические процессы. Такого ландшафта поверхности, как на Тритоне, больше нет нигде в Солнечной системе. Но даже несмотря на немногочисленные исследования, уже сейчас мы можем по праву назвать Тритон одним из самых интересных явлений Солнечной системы, которое, к сожалению, наши дальние предки могут уже не увидеть. Орбита этого спутника постепенно снижается, и приблизительно через 3,6 миллиардов лет Нептун разорвет спутник на части. После этого у газового гиганта появится огромное кольцо, как у Сатурна. Как и другие галилеевы спутники Юпитера, Калисто была открыта Галилео-Галилеем в 1610 году. Она получила свое имя в честь персонажа древнегреческой мифологии любовницы Зевса Аркадинки Калисто. В ранней астрономической литературе Калисто упоминается как четвертый спутник Юпитера. Первый прорыв в исследовании Калисто совершили космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2 во время их пролета около Юпитера в 1979-80 годах. Они сфотографировали больше половины поверхности спутника и получили точные данные о массе, форме и температуре Калисто. О других открытиях миссии Voyager вы можете узнать в одном из наших предыдущих видео. В период с 1994 по 2003 годы космический аппарат Галилео, созданный для исследования Юпитера и его спутников, совершил восемь полетов около Калисто. Он прошел на расстоянии 138 километров от поверхности Калисто и сделал множество фотографий отдельных районов спутника. В 2000 году во время своего путешествия к Сатурну автоматическая межпланетная станция Кассини получила инфракрасные спектры Калисто с высоким разрешением. В феврале-марте 2007 года станция Новые Горизонты также сделала ряд новых фотографий Луны Юпитера. В 2020 году должен стартовать совместный проект НАСА и Европейского космического агентства по исследованию Лун Юпитера и его магнитосферы Европа Юпитер Систем Мишин. Предположительно миссия будет состоять из четырех аппаратов. После Титана и Ганимеда Калисто третий по величине спутник в Солнечной системе. Ее радиус равен 2403 километрам, что в два раза больше радиуса Плутона, а диаметр сопоставим с диаметром Меркурия. Однако первая планета Солнечной системы все же в три раза тяжелее Луны Юпитера. Температура на поверхности Калисто колеблется от минус 193 градусов по Цельсию до минус 108. Из-за приливных сил Юпитера Калисто, подобно нашей Луне, всегда обращена к своей планете одной стороной. Она вращается вокруг Юпитера по правильной круглой орбите на расстоянии 1,88 миллионов километров и делает один оборот приблизительно за 17 дней. Если бы вы находились на поверхности Калисто, то Юпитер в небе над вашей головой был бы примерно в 9 раз больше Луны в земном небе. Средняя плотность Калисто примерно в 5 раз меньше плотности Земли. Это можно объяснить тем, что спутник состоит из приблизительно равного количества камня и льдов. Спектроскопия, проведенная космическим аппаратом Галилео, выявила на Калисто водяной лед, углекислый газ, силикаты и органику. Толщина льда на поверхности составляет примерно 200 километров. По данным измерений Галилео, под слоем льда находится 10-километровый океан соленой воды. Затем идет своеобразная мантия из смеси льда и горных пород, плотность которой увеличивается к центру. По всей видимости, Калисто имеет слабо выраженное ядро, что необычно для таких крупных объектов. Предполагается, что вода подлёдного океана имеет температуру ниже нуля градусов, но благодаря огромному давлению и присутствию небольшого количества аммиака или иного антифриза находится в жидком состоянии. Наличие океана в недрах Калисто делает ее одним из возможных мест присутствия внеземной жизни. Однако условия для появления жизни на Калисто менее благоприятны, чем на другой луне Юпитера Европе. Несмотря на большое количество льда, Калисто имеет очень темную поверхность. Это обусловлено загрязнением космической пылью и другими примесями. Плотность кратеров на поверхности Калисто настолько велика, что почти каждый новый ударный кратер накладывается на старый или ложится так близко к соседнему, что разрушает его. Наличие такого огромного количества ударных кратеров указывает на большой возраст спутника, который по некоторым оценкам составляет около 4 миллиардов лет. На Калисто не обнаружено следов тектонической или вулканической активности. Очевидно, что главную роль в формировании ее рельефа играют удары метеоритов и другие импактные события. Поверхность Калисто можно разделить на кратерированные равнины, а также светлые и темные гладкие равнины. Кратерированные равнины наиболее древние участки Калисто. Они покрыты смесью льдов и скальных пород. Светлые равнины включают в себя ударные кратеры вроде Бура и Лофна, а также Полимсесты, следы от более древних и крупных кратеров. Интересная особенность ландшафта Калисто – образующие откосы, гребни и отложения. Самыми крупными кольцевыми деталями на Калисто являются Асгард и Вальхала. Это результат столкновения Калисто с крупными астероидами, размер которых превышал 10 километров. После такого масштабного импактного события на поверхности спутника образовалась система из десятков концентрических колец. Диаметр Вальхалы приблизительно равен 3800 километров. Диаметр Асгарда, в свою очередь, составляет около 1600 километров. Судя по количеству более свежих кратеров, возраст и Вальхалы, и Асгарда превышает 3 миллиарда лет. Обычные ударные кратеры, видимые на спутнике, имеют размер от 0,1 до 200 километров. Небольшие кратеры с диаметром до 5 километров имеют форму чаши с плоским дном. Крупнейшие кратеры, как Дох и Хар, похожи на купола, что является следствием тектонического подъема после столкновения. Калиста имеет чрезвычайно разряженную атмосферу, состоящую из углекислого газа и, возможно, из молекулярного кислорода, а также относительно мощную ионосферу. В ее окрестностях зафиксирован относительно низкий уровень радиационного фона. Примерно одна сотая бар в сутки, то есть практически безопасен для человека. Именно эти факторы, а также наличие воды позволяют рассматривать Калиста как будущий дом для наших потомков. В 2003 году НАСА провела концептуальное исследование под названием Human Outer Planets Exploration Hope Надежда, в котором были рассмотрены возможности для освоения внешних планет Солнечной системы. Особое внимание было уделено Калиста. Было предложено построить на спутнике станцию по переработке и производству топлива из окружающих льдов для космических аппаратов, направляющихся для исследования наиболее отдаленных областей Солнечной системы. С поверхности Калиста можно удаленно, практически в режиме реального времени, исследовать спутниковую систему Юпитера. Предполагаемое время пребывания на Калиста от 32 до 123 суток, а продолжительность полета составит от 2 до 5 лет. Исследование НАСА предполагает, что пилотируемая миссия Калиста станет возможна к 2040 годам. Все это говорит о том, что самые смелые фантазии писателей-фантастов 20 века могут стать реальностью уже при нашей жизни. И кто знает, возможно, в недалеком будущем человечество покинет пределы не только Земли, но и родной Солнечной системы. Епет, известный также, как Сатурн-8, был открыт 25 октября 1672 года астрономом Джованни Доменико Кассини. Ученый обратил внимание на то, что Епет гораздо заметнее в телескоп, когда находится к западу от Сатурна. Из этого наблюдения Кассини сделал вывод о том, что одно полушарие Епета намного темнее другого, а сам спутник всегда повернут к Сатурну одной и той же стороной. Эти предположения подтвердились только столетия спустя, когда аппарат Voyager 1, о миссии которого я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, сделал первое в истории фотографии Епета. Темная сторона Епета теперь известна нам как область Кассини. Так, ученые, отгадавшие главную загадку этого удивительного спутника, отдали дань его первооткрывателю. Примечательно, что все остальные названия объектов на Епете были заимствованы и средневековой французской поэмы «Песнь о Роланде», потому что Джованни Кассини открыл этот спутник во время работы во Франции. Область Кассини отражает всего около 3-5% падающего на ее поверхность света, тогда как другое полушарие Епета возвращает в космическое пространство примерно 50-60% солнечных лучей. Светлая сторона спутника имеет одну из самых ярких поверхностей в Солнечной системе и может соперничать по этому показателю со спутником Юпитера Европой. Граница между светлыми и темными участками поверхности очень резкая, но сильно разорванная. Она изогнута наподобие линии на теннисном мяче. Отдельные светлые участки есть и внутри темной области, а отдельные темные и внутри светлые. Площадь яркой области составляет примерно 60% всей поверхности спутника. Епет – это третий по величине спутник Сатурна. Его диаметр примерно составляет 1468 километров. Предполагается, что он образовался в результате столкновения Титана с другими лунами Сатурна на ранних этапах формирования Сатурнянской системы. На поверхности Епета обнаружено множество ударных кратеров. Самый большой кратер Торжес имеет диаметр около 580 километров. Низкая плотность спутника позволяет судить о том, что Епет почти полностью состоит из водяного льда с небольшой примесью горных пород. Это объясняет окраску его светлой стороны. Запыленное ведущее полушарие прогревается до минус 144 градусов по Цельсию, тогда как чистое ведомое полушарие только до минус 160 градусов. Однако уникальность Епета не заканчивается разным окрасом его полушарий. Все регулярные спутники Сатурна находятся почти в плоскости экватора планеты, тогда как орбита Епета в два раза длиннее, чем у остальных и имеет наклон в 15,47 градусов. Из-за далекой орбиты Епет является единственным из больших спутников Сатурна, с поверхности которого можно разглядеть знаменитые кольца планеты. Ни одна другая крупная Луна в Солнечной системе, сформированная вместе с родительской планетой, не имеет такого наклона, как Епет. Причины данного явления до сих пор остаются загадкой. Подробно изучить Епет удалось только в 2004 году, когда автоматическая межпланетная станция Кассини получила детальные снимки поверхности спутника. Как оказалось, Епет по своей форме напоминает не шар, а грецкий орех. Это обусловлено тем, что по экватору спутника проходит уникальный горный хребет, который получил название Стена Епета. Высота стены достигает 13 километров, ширина 20 километров, а протяженность 1300 километров. Происхождение хребта неизвестно. Ученые считают, что он мог появиться в результате сжатия пород или прорыва материала из глубин спутника на поверхность. Возможно, процесс, в результате которого образовалась Стена Епета, как-то связан с цветом его поверхности. По одной из версий, горный хребет возник при прохождении спутника через кольца Сатурна. Если происхождение Стены Епета все еще остается загадкой, то необычные окраски спутника ученые уже смогли дать разумное объяснение. Основной причиной этому служит темная пыль, которая, благодаря тому, что Епет, повернут к Сатурну всегда одной стороной, оседает главным образом только на ведущем полушарии. Главным источником пыли является кольцо нерегулярного спутника Сатурна Феба. Это пылевое кольцо было обнаружено в октябре 2009 года с помощью наблюдений космического телескопа Спитца. В отличие от других спутников Сатурна, Феба вращается в противоположном направлении по очень удаленной от планеты орбите. Поверхность Фебы, как и область Кассинина и Пети, отражает около 6% света. Считается, что Феба была захвачена гравитацией Сатурна из пояса Койпера несколько миллиардов лет тому назад. Однако одно только оседание пыли не может объяснить резкий переход от светлых участков к темным и изогнутость границы между светлой и темной областью. Запыленность поверхности приводит к миграции льда. Лед быстрее испаряется с более теплых запыленных участков и конденсируется на более холодных светлых областях. Это породило положительную обратную связь. Изначально темные участки темнеют, а изначально светлые светлеют еще сильнее. На Епете этот процесс усиливается из-за длительности местных суток, благодаря чему поверхность темного полушария успевает прогреться относительно сильно за один епетский день. Ученые подсчитали, что в течение 1 миллиарда лет при текущих температурах темные области Епета потеряли бы около 20 метров, тогда как яркие области всего лишь 10 сантиметров. Перераспределению льда способствует низкая гравитация, приводящая к большой длине свободного пробега молекул воды. То есть среднее расстояние, которое молекулы воды пролетает от одного столкновения до следующего. Это означает, что молекулы воды может мигрировать из одного полушария в другое всего лишь в несколько прыжков. Все это говорит о том, что окраска епета в конечном счете объясняется сочетанием значений его размера, расстоянием до Сатурна и удаленностью от Солнца. Иначе говоря, уникальный цвет епета всего лишь удачное стечение обстоятельств. Вероятно, именно из-за своей необычности епет стал одним из любимых небесных тел писателей и фантастов. В романе Артура Кларка «2001. Космическая Одиссея», бессмертную экранизацию которого снял великий режиссер Стэнли Кубрик, на епете были инопланетные звездные врата, портал в другую точку Вселенной. Соединяющий в себе две противоположности епет напоминает собой символ им-и-янь. Этот противоречивый мир на окраине Солнечной системы может служить всем нам напоминанием о том, что два диаметрально противоположных явления зачастую могут находиться в тесном симбиозе и быть неразрывно связанными друг с другом. Что ж, дорогие друзья, на этом наш полет можно считать завершенным. Современные исследования космоса способны предоставить нам полное ощущение того, что будущее уже не за горами и заставить нас на пару секунд забыть о том мире, в котором мы находимся. Космические миссии это действительно завораживающее зрелище и те данные, которые мы с помощью них получаем, короткими шагами приближают человечество к неизбежному будущему. Возможно, уже скоро то, что пока мы наблюдаем только с помощью экранов, станет привычным пейзажем. Надеюсь, вам понравился наш сборник и вам не наскучил более длинный формат данного ролика. Я буду очень рад, если вы напишите в комментариях свое мнение касательно такого типа видео, или хотя бы выразите свое одобрение молчаливым лайком. Мы стараемся делать все возможное, чтобы вы получали информацию о космосе в максимально удобном для этого формате. Поэтому поддержите наш эксперимент подпиской на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Я благодарен вам, если вы досмотрели это видео до конца, и надеюсь, что это не последнее наше с вами совместное путешествие. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok